Власти Якутии ввели режим ЧАЭС из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты. Проснулись наконец-то. В аэропортах Сибири задержаны около 70 авиарейсов из-за дыма от лесных пожаров Якутии. В Красноярском аэропорту сейчас так. Из-за задержки рейсов терминал переполнен ожидающими пассажирами. В Якутии горит природный парк Ленские столбы. Местные жители рассказали, что опасаются полного уничтожения растительности. Волонтеры тушили, но бессмысленно. Пожар распространяется моментально. Мы ехали в одну сторону, ничего не было. Возвращались там же через 4 часа и уже очаги были и все затянуло. Огонь сжигает все. Боимся, что от Ленских столбов останутся одни камни. Все деревья выгорят. Национальный парк Ленские столбы входит в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО. Пожары в Якутии также затронули заповедник Алекминский. В самом парке ранее сообщили, что на конец июля на территории Ленских столбов действовало два природных пожара. Для защиты от огня в парке проводятся встречные отжиги. Посмотрите, как проходят будни пожарных и добровольцев в борьбе с лесными пожарами в Якутии. Улан-Батор с середины прошлой недели покрыт дымом от лесных пожаров в Якутии. Заявил национальному инфорангельству Монцаме глава лесного департамента охраны окружающей среды столицы Монголии. В свою очередь, китайское государственное агентство Синьхуа со ссылкой на данные монгольских синоптиков передает, что это загрязнение воздуха в Улан-Баторе сейчас достигает вредного для здоровья уровня. Загрязнение воздуха в 15 раз превышает норму, рекомендованную ВОЗ, говорится в заявлении агентства. Это в Монголии. А какая тогда задымленность в самой Якутии? Почему никто об этом не говорит? Почему никто не измеряет уровень загрязнения воздуха? Если это сделать, то, наверное, все придут в ужас. Волонтеры движения «Помоги выжить» вывезли из села Бяскюэль в Якутии, где верховой пожар перекинулся на населенный пункт пострадавших от огня кошек и собак. Такой правды не покажут на федеральных каналах. Это просто ужас. Кругом пепелища, трупы обгоревших животных. Большинство успели спастись. Коровы в панике кричат, собаки просят еды и воды, кошки в стрессе, сгорели свиньи, куры. Мы нашли из Абрай пять кошек. Четверо сильно обгорели. Один котенок цел. Один из котов сидел в болоте. Видимо, пытался так хоть как-то облегчить боль. Собак накормили. 16 человек на протяжении четырех часов обходили всю выгоревшую территорию, рассказали волонтеры. Мы отвязали. Вон цепь нет. Миски стоят. Цепь. На цепи собаку оставили. Откуда-то кости остались. Господи, Боже. Ну что ж такое-то. Не отцепили. Сейчас цель вытащить кошек. Сохранить им лапы. Сегодня едем устраивать малышей в тационар. Пока состояние тяжелое. Будут там на лечении. Добавили в волонтерском движении. Это только малая капля. А сколько погибло зверей в тайге. Это реальная катастрофа. Подписывайтесь на канал. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры.